Взывание, народ! Все готовы? Давайте я сначала замедлю, сколько вы вообще знаете, потому что я сильно подозреваю, что уровень очень варьируется. Я задам просто серию каких-нибудь вопросов, по которым откликну уровень знания. Сколько сейчас стоит биткоин? Да, рассказываю я про криптовалюту. Пять, шесть, шесть, семь. Нет, я уже его покушу. Ок, я не съеду. Хорошо. Кто... Сейчас это в какой-то во времени, в какой-то системе. Ладно. Погнул, да. Правильно. Нет, подождите, давай. Так, так не пойдет. Я понимаю, вы долго с серией сдали начало доклада. Давайте я вас всех учихомидю. По-моему, живой Тихомидор. Давай. Тихомидор означает все заткнулись. И я готов начать раздавать желтые и красные карточки, если это не прекратится. Иначе я никогда ничего полезного вам не расчетку. Так ладно. Хочу желтую карточку. Хочу узнать, что это система с этими красными карточками. Давайте вы просто перестанете и сразу будем говорить. Пожалуйста. Спасибо. Окей. Кто из отвечавших на мой вопрос знал, что биткоин где-то стоит от, не знаю, от 3 до 10 тысяч долларов? Окей. Кто не знал? Кто знает, что именно делают майнеры для того, чтобы получить новую криптовалюту, если вы не знаете какие-то майнеры, то руку не поднимаете. Окей. 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 Так вот. Примерно, чтобы откалибровать ваши ожидания, я буду рассказывать про базовые совершенно вещи, начиная вот так. Что такое блокчейн, где вообще гонятся биткоины, почему это называется крипта и так далее. Я расскажу парюшку ваек про то, какие в сообществе бывают травы, кто вообще такой Сатоши Накамото и... А ты знаешь травы? Нет. Но у меня есть одна очень клёвая теория. Нет. Всё ещё не перебиваем. Вот. Я скажу пару слов про эфир, ну буквально пару, потому что эфир намного сложнее. Да. Кто не слышал вообще слова эфир? Какой? Эфир. В контексте криптовалюты. В контексте криптовалюты. В контексте криптовалюты. Окей. Да. Понятно. Очень-очень. Окей. У меня есть примерно час, я постараюсь с него уложиться хоть так, но это значит, что я буду рассказывать много довольно, в принципе, простых вещей, но достаточно быстро. Окей. Давайте начнём совсем со ЗОП. Да. Кто не слышал слово Биткоин до этой встречи? Окей. Биткоин. Штука, которую придумал некий человек, предположительно один человек, которого звали Сатоши. По крайней мере он так подписался, он анонимен, никто не знает, кто это был. Штука, которую все назвали криптовалютой, которая почему-то растёт, никто из экономистов толком не может объяснить почему он растёт, но график его роста выглядит за всю историю, если примерно, то примерно вот так вот. И вот это вот наш текущий момент. Это наша 10-е, 2017-е. Это где-то несколько лет назад, я не помню, мне кажется, что это примерно 2014-й. Я про этот пик чуть позже скажу. Но... МТГОКС. Разве 12-й накрылся? Ну, не знаю. Помню, 12-й. В общем, где-то там. Вот. И сейчас это число где-то вот в последние дни. Естественно, здесь есть ещё много всяких драмы про то, как колеблется курс, ещё много всяких обвалов. Всё это выглядит довольно фрактально и эквивалентно самому себе. И где-то сейчас это примерно 6 тысяч долларов. Нет смысла называть точнее, потому что вчера было 6, а сейчас 5,5, а послезавтра опять как-нибудь ещё. 5,700. 5,700. Вот. Где-то здесь это стоило какое-то количество центов. И до сих пор помнят историю про то, как какие-то ребята заказали, по-моему, на тысячу биткоинов. Или на 10 тысяч биткоинов. Две пиццы. Две пиццы, да. Да. И сейчас это было бы 57 миллионов долларов. Два кусочка пиццы. Нет, по-моему, для цены. А сейчас вы можете купить пиццу за 250 рублей. Ладно. Я же думал, что всё-таки 16 тысяч. Эээ, да. Две ползая пицца. Это всё меняет. Да. То есть, сейчас... Эээ, окей. Ну, короче, примерно 11 раз дешевле. Про экономику, про социальные последствия поговорим немного позже. Про то, почему растёт курс и как вообще это всё устроено. А пока совсем маленький ликбез про то, сколько есть биткоинов, как они добываются, где их получить и так далее. И как они устроят. В чём задумка? Что такое биткоин? На самом деле... Не знаю. Нет? Ладно. Давайте так. Предположим, что мы хотим сделать какие-то деньги, информацию о которых не хранит ни какой централизованный банк. Так? У нас не будет какого-то центрального агента государства банка и так далее, который будет всё это пересчитывать, а нам надо создать нечто распределённое. Для этого нам нужно изобрести хранилище, где эта информация будет храниться. И самая главная интересная задача – это придумать, как никто бы не мог влезть в то, что написано в этом хранилище. То есть, по сути, нам нужна штука, которая называется по-английски Ledger, а по-русски, если кто-нибудь знает перевод, то подскажите. Ну, вообще говоря, реестр финансовых операций. Какая-то общая книжечка, в которой записано. Вот этот человек передал вот этому человеку столько-то денег, а вот этот человек получил столько-то денег. Да. Возможно, да. Если кто-то может просто переводчику подскажите. Так вот, нам нужна некая, некий реестр, в котором будут храниться все финансовые операции. Самая простая ситуация, да, у нас есть, давайте так, у нас есть Вася, и у нас есть Маша, и Вася и Маша хотят вести взаимозачет. Они хотят обращаться к государству, они просто будут договариваться. Я тебе даю 100 чего-то, ты мне даешь 200 и так далее. Они могут взять общую тетрадку и записывать в эту тетрадку, кто кому сколько дал. И хранить ее в каком-нибудь, не знаю, общем сейфе, который запирается на два ключа. Ладно, я совсем, наверное, переверно на этом все рассказываю и сейчас вскоре. Если людей становится больше, у нас возникает проблема синхронизации между ними. Мы могли бы, наверное, где-нибудь в какой-нибудь физической локации поставить этот сейф, раздать всем от него ключи, все подходили, открывали, закрывали, синхронизировали все это, это все неудобно. Наша задача делать все это распределенным. Собственно, слово крипто, оно не про то, что валюты как-то зашифрованы, оно не про то, что деньги, которые у вас есть, как-то зашифрованы и как-то анонимизированы и так далее. Оно про то, что для того, чтобы решить эту задачу, используются штуки из криптографии. Для того, чтобы подписать операции криптографически и получить нужный результат. Окей. Ну и, естественно, самая ключевая проблема, это проблема, как бы сказать, double spend, двойной траты. Например, у меня есть какие-то деньги криптографические, я их отдаю этому человеку, отдаю этому человеку, но потом выяснилось, что я потратил дважды. Как этого избежать? Для этого надо, опять же, чтобы вся инфаркта нанялась в этом одном месте, и это одно место в терминах криптовалют называется блокчейн. На самом деле, предполагаю, что большинство из вас в 2017 году уже примерно представляют, как устроены торренты, не с точки зрения устройства протокола, а с точки зрения того, что это нечто размазанное по нескольким людям, и они друг с другом как-то инфо обмениваются, а инфа при этом одна на всех. В торрентах тоже используется криптография, там используются хэш-функции. Про хэш-функцию я через минуту скажу пару слов. Блокчейн, мне кажется, что удобно представлять его как некий торрент, который постоянно растет. Заточка блока, в каждом блоке новая информация о том, что происходит, и вот последний блок – это состояние на текущий момент. В этих блоках записана история, кто кому сколько передавал, у кого сколько денег. Как люди доказывают, что эти деньги принадлежат именно им? У них есть приватные ключи, некий кусочек информации секретный, для тех, кто не знает, что такое приватные публичные ключи, пароль от их денег. А их деньги, конечно, на самом деле здесь. То есть, если у вас есть какое-то количество биткоинов, это не то, что у вас есть биткоины, и вы приходите и их тратите, потому что, ну, откуда вы их возьмете? Это про то, что у вас есть ключи для того, чтобы достучаться к кошельку, который лежит на блоке. Окей. Блоки появляются по протоколу каждые 10 минут. Другими словами, давайте я исполню какой-нибудь протокол, как вы мне будете сигналить, что вам скучно, или что вам интересно, или что это слишком вода, или это я вас потерял. Нам нужны шубки. А? Нам нужны помощи. Возьмем помидоры. Короче, давайте, если не очень скучно, то это будет так. Да. А если... Сейчас. Нет, мне нужно два жеста. Мне нужен жест, да, всё очень скучно, и это пусть будет так. А если... Ничего не понятно, то... А тебе не нужен жест, аналогия очень плохая? А? Жест, что аналогия очень плохая. Да. Так, ладно. Так, ладно. Поверьте, поехали. Окей. Если вам скучно, то показываете так. Если у вас есть вопросы, то поднимаете руку. Если у вас много вопросов, то я пойму, что ничего не понятно. Если вам ничего не понятно, и вы не подняли руку, то вы сами не давайте. Давай сюда. Окей. Так, у нас есть некая штука, которая каждые 10 минут перерасставит, и в которую складываются все операции. Если мы можем обеспечить, что туда складываются ровно те операции, которые попросили туда сложить люди, которые используют биткоин, то у нас всё хорошо. Ну, очевидно, что нет. Ты не понял? Окей. Те операции, которые соответствуют правилам распределения этой валюты. Да. Правильно я понял, что одной криптовалюте, то есть всем биткоинам соответствует один блокчейн. Да. Всему биткоину соответствует один блокчейн, блокчейн един. Немного тонкостей будет чуть позже, но в целом, да, блокчейн един. О, Боже. А кто хорок его? Неприродная связь. Народ, ну серьезно, вы ведете себя ужасно, перестаньте, пожалуйста. Блокчейн прирастает. В блокчейн добавляют блоки чулаки, которые называются майнеры. Задача майнеров – послать в сеть новый блок. Да, я сразу скажу. Задача того, где именно хранятся эти блоки, как они распространяются, кому именно надо сообщить информацию о том, что новый блок появился, она техническая, и я ее сейчас не касаюсь. Она примерно такая уж техническая, как распространение торрента. Про нее можно вообще не думать. Считайте, кто это где-то там, в интернете, и есть достаточное количество компов, которые помнят про все это и могут рассказать другим компам через какие-то общие сети. Так вот, майнеры приносят в блокчейн новые блоки, и новый блок содержит следующее. В первую очередь, инфо-транзакция. В такой транзакции – это записи вида с такого счета на такое, мы передали столько-то денег. На самом деле, даже все немного хитрее, и со счетов нельзя списывать деньги, а просто, когда вы переводите с какого-то счета, например, со счета А на счет Б, если на счету А у вас было 1000 биткоинов, а на счету Б было 10 биткоинов, и вы хотите послать сюда еще 50, то тогда вместо того, чтобы апдейтить инфу про счет А, про то, что здесь стало 950, у вас просто счета сгорает, и вы с него уносите 500 сюда, а 950 сюда, и получаете новую актриху, и у вас новый кошелек. Такие дела. Ну, просто это сильно все упрощает. И в итоге в новом блоке вы получаете инфу про то, что вот у вас появилось… Кстати, не уверен, на счет ПП апдейтится, наверное, по ней апдейтится. Ну, не важно. Поехали. Инфо-транзакция. Помимо этого… В апдейте туда, получается. В апдейте туда. В апдейте туда. В апдейте туда. В апдейте туда. Соответственно, чтобы понять, на каком счету сколько денег, по сути дела надо перекопать всю инфу о всех предыдущих блоках, но существует алгоритм, который это оптимизирует, поэтому про это тоже можно не париться. Да, на всякий случай, чтобы уже ощутили масштабы, размер блокчейна сейчас 100 гигабайт, плюс-минус. Да, да. А зачем копать весь блокчейн, если мы хотим не отследить историю операции, а только текущее состояние счета? Потому что в каждом новом блоке у тебя не может быть инфы про все кошельки, это слишком много. На самом деле на размер блокчейна сейчас установлено ограничение в 1 мегабайт, и если мне хватит времени, то я даю до драмы связанные с этим. С этим очень много драмы. Каждые 10 минут появляется блок размером в 1 мегабайт, и это происходит уже 8 лет подряд без перебоев. Я все еще не понял, мы реально просмотрим весь блокчейн целиком, или только пока с конца не дойдем до того блока, который содержит конкретный мой счет? Если честно, я точно не знаю, как это реализовано. Наверное, полноценная нода, которая обрабатывает весь блокчейн, умеет из этого делать базу среза того, сколько на каждом кошельке, например, если тебе надо было. Или там есть какой-нибудь хороший индекс, можно это все проиндексировать, пользоваться всем этим просто как базой, для того, чтобы по ключу, по номеру стрелька найти всю инфу о нем в должном блоке. Получение вообще не хранится в текущем балансе. То есть там хранятся просто транзакции, инкременты. Поэтому ты должен, если тебе нужно именно баланс на текущем кошельке, ты должен найти все операции связанные с этим кошельком и просто их посумировать. Изначально кошелька, потом что? Нет, я скажу вам про это ровно это. Спасибо, Митя, но у меня большая просьба. Давайте никто не будет отвечать за меня, потому что все сколько-то знают и опять же мы затянем. Окей. Важная инфа про блоги. Первое. Каждый блок хранит ссылку на предыдущий блок. Что означает ссылка? Смотрите, у каждого блока есть номер. Вот первый, какой-нибудь там миллионный. И у каждого блока есть предыдущий, у предыдущего есть номер. И для того, чтобы сделать эту ссылку надежной, криптографической, не просто, я говорю, что вот этот блок ссылается на предыдущий. Блок включает в себя хэш-функцию от данных предыдущего блока. Что это означает? Что такое хэш-функция? На самом деле, главное, на чем справится вообще все. Хэш-функция. Кто не знает, что такое хэш-функция? Окей. Я предвариваю это совсем коротко. У вас есть какое-то количество данных, и вы можете от этих данных взять коротенькую строчку, которая будет очень случайно выглядеть, просто набор случайных букв и цифр. И обладать следующим свойством. Если мы поменяем данные хоть немного, эта строчка сильно поменяется. Скорее? Да, ну, скорее всего. Это уже такие тонкие. Ну да, скорее всего. Естественно, эта строчка не является уникальной для каждого набора данных, потому что строчка фиксированного размера, но в ней достаточно информации, что поделать ее сложно. То есть нельзя дешевым способом придумать данные, хэш-функции от которых будет совпадать с заранее заданной. Это фундаментальное свойство. Это вот самое главное, на чем все остальное строится. Так вот, если вы сделали новый блок, и добавили в него ссылку на предыдущий блок, и посчитали в, на самом деле все, что вам нужно, это в данные блока, вот он у нас, записать айдишник предыдущий, вот этот самый хэш. И после этого, ну то есть хэш, как хэш от всех вот этих данных. После этого мы точно знаем, что вот этот блок, это наследник именно того блока. И таким образом глядя вот на этот блок, если вы знаете только этот блок. Если вам кто-то начинает предлагать, а вот смотри, вот все предыдущие блоки, вы можете проверить, посчитав вот этот самый хэш, то это точно именно история, которая предшествовала ему. Окей. И в связи с этим, наверное, расскажу вторую важную фишку. Да, здесь еще лежит хэш от всех транзакций. Нет, не обязан быть хэш от всех транзакций, не важно. Он подклеит транзакции сюда. Самое главное. Некий ключ, я не помню, как он называется, если честно, который гарантирует, что этот блок является корректным для блокчейна. Этот ключ будет включать в себя хэш от всех данных этого блока и от еще некого идентификатора. Идентификатор можно установить любой, почти. Ну, то есть, майнеры выбирают идентификатор так, чтобы подобрать нужный ключ. Важная фишка про ключ. Смотрите, хэш-функция обычно выглядит так. А, 8, В, С, 3, 9 и так далее. Какой-то набор хексов. Если вы поменяли этот идентификатор, то у вас меняется вся хэш-функция. На какую-то другую, случайно. И если вы будете перебирать идентификатор раз подряд, поставить сюда 1, поставить сюда 2, поставить сюда 3 и так далее, то в какой-то момент вы получите на конце 0. Клево, мы получили круглую хэш-функцию. А подбираю-ка я еще, получится у меня на конце еще один 0, 2 0 и так далее. И долго экспериментируя с этим, я могу получить большой набор нулей. Так вот, задача майнера, то та работа, которую выполняют майнеры, состоит в переборе вот этих идентификаторов для того, чтобы получить хэш с заданным количеством нулей на конце. Да. Тут просто не совсем что-то сказать, что нули получаются не по одному. Ну то есть неверно, что мы находим сначала с одним нулем, а потом с одним нулем. Да, конечно. Да, конечно. У нас просто есть заранее комплексированное количество нулей, и наша задача подобрать хэш-функцию так, чтобы у нее было нужное количество нулей. Если вы это проделали сейчас... Если вы это проделали, то сеть, остальная сеть биткоинов, примет от вас отбор. То есть, когда вы скажете, я нашел новый блок, сеть скажет, окей, принимается. Да. Угу. Зачем это? Для того, чтобы создать сложность. Для того, чтобы майнер проделал полезную работу. В чем смысл? Иначе любой человек сможет сказать, слушайте, я придумал новый блок, в этом блоке все дают мне деньги. Ну, так не совсем можно, так нельзя, конечно, потому что эти транзакции должны быть подписаны. Эти транзакции должны быть подписаны секретным ключом от биткоинов, которые там лежат. Но бывают еще другие ситуации, когда, например, один человек присылает блок и говорит, там был вот этот перевод денег со счета на счет, а другой присылает и говорит, нет, там этого не было. И, например, вы пришли в магазин, рассчитались, отдали деньги, а потом посылаете блок про то, что нет, я эти деньги не отдавал. Все неправда. Поэтому создается искусственная сложность. И сложность можно варьировать как угодно. То есть, если мы поставим здесь много нулей, то все компьютеры-миры будут считать это на протяжении нескольких лет, никогда не подберут. Называется вся эта идея, она, собственно, центральная для всего биткоина и для всех криптовалюты, proof of work. Доказательство проделанной работы. Майнеры обменивают электричество, послушайте, его вычисленные ресурсы, на право записать блоки. Почему майнеры этим занимаются? Потому что в каждом блоке, опять же, посты, да, штук протокола, они могут дописать ровно одну транзакцию. А еще я положу вот такое фиксированное количество биткоина в себе на счет. Соответственно, если вам повезло и вы на майнили блок, то вы получаете исцеление. Естественно, это создает конкуренция. Разные майнеры пытаются намайнить следующий блок, кто-то из них открывает раньше, остальные, ну, не повезло, и начинают майнить следующий. Если майнеров становится больше, то сложность алгоритма подстраивается. Я вот тут боюсь наврать, я думаю, что тут смысл не в том, что добавляется нолик, хотя, может, и добавляется нолик. Мне кажется, еще это регулируется. Может быть, там не нули, может быть, там остаток от деления, чтобы оно привело не степенями. Это именно через степени блоки? Да, серьезно? Нет, сложность точно не только удваивается, она только регулируется. Ну, понятно, что если мы будем требовать не нули, а остаток от деления, то мы можем как угодно ее установить. И сложность подстраивается. Если майнеров на рынок выходят больше, если кто-то еще решил, а по майнику яйца станет, это экономически выгодно, то через какое-то время, и это все тоже встроено в статокол, сложность подстраивается, и все ноды начинают требовать блоков с большим количеством проделанной работы. Там есть некий алгоритм, который усоединяет сложность по последним 2016 блокам. Это примерно пара недель. И, соответственно, если есть резкий приток, то блоки могут начать поступать со скоростью быстрее, чем раз в 10 минут. Я вот сказал, что раз в 10 минут, но это нигде не прописано. Просто, если майнеров больше, все сначала уплотняется, потом, соответственно. Оно очень наоборот. Если все майнеры вдруг куда-нибудь свалят, если китайское правительство отключит интернет вообще в сеть в стране, потому что большинство майнеров находится сейчас в Китае, то вся сеть затормозится. Может быть, в несколько раз. Дальше. Что произойдет, если два майнера на майне одинаковые блокы одновременно? Да. Я хотел по-предыдущему спросить. Ты говорил про хэш от предыдущего блока. А почему это важно? Вот тут, кстати, не уверен. Наверное, это не супер важно. Это просто дает тебе больше связанности. Я не настолько разбираюсь в тонкостях протокола. Сейчас не готов додумать. В смысле? Должна быть какая-то информация о том, что было раньше? Ну да, да. Тебе нужна приемственность для того, чтобы ты говорил, к какому блокчейну вообще этот блок принадлежит. Потому что вдруг кто-то... То есть что-то цепочку пошло. Да. Вдруг где-то цепочка разветвилась, и мы вот в такой ситуации, когда у нас здесь один миллионный и другой миллионный, и тебе надо сказать, какую цепочку ты продолжаешь. Окей. Второй вопрос. Правильно ли я понял, что блоки одинаковые, которые генерят разные майнеры, но при этом они перебирают айдишники, чтобы получившийся тэшоток всего удовлетворил вот этому условию? Технически блоки не обязаны быть одинаковыми. Я вот сказал, что блоки включаются в транзакции. Но никто не обязывает майнеров включать транзакции. Казалось бы, зачем мне вообще включать транзакции? Я просто на майнер следующий биткоин и все. Подожди, а транзакция не про то, что я стал богаче? Нет. Одна из транзакций про перевод тебе на счет, по-моему, сейчас двух с половиной биткоина. Она фиксирована, да? Да. Я сейчас расскажу, откуда это фиксированное число берется и как оно тоже вонируется. Но остальные транзакции это обслуживание этим блоком всей остальной крипто-сети. Всей остальной сети биткоина. Когда майнер генерирует новый блок, майнер включает туда в том числе инфу про то, что, а еще вот там на бирже вот этот человек вот этому что-то перевел. И вот эти два человека обменялись данными. У него есть источник этих данных, да? Ну, это тоже технический вопрос, да, про то, как эти данные распределить. У транзакций? Да, секунду. В блоке вновь, получается, должны быть все транзакции за последние 10 минут? Ну, не совсем. Столько, сколько майнер захочет включить. Но у майнера есть мотивация включить как можно больше, потому что у транзакций есть такое понятие, как комиссия. Каждый раз тогда в этой базе данных транзакций, которые ждут, пока их включат в блокчейн. Каждый раз, когда туда добавляется новая транзакция, например, я говорю, я хочу тебе перевести деньги, я задаю эту транзакцию, отправляю ее куда-то вот в сеть, она еще не в блокчейне, и она ждет, пока она туда попадет. В транзакции приписан, на самом деле, я в момент перевода могу установить, я готов за это доплатить еще 10 рублей. Ну, то есть, там, сколько-то биткоина копеек. Много нулей или там сколько-то. Ноль, 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 три. Вот, и майнеры выбирают транзакции так, чтобы заработать как можно больше. У них есть экономический стимул, включать туда как можно больше, и вся эта штука саморегулируется рыночным механизмом. А как определяется, куда конкретно пойдут эти биткоины, вот там, что ли, последний мой кишечок в этот кошелек? Да, естественно, базовые параметры транзакции это откуда? Нет, блока. То есть, кто получает комиссию? Комиссию получает майнер. Как определяется, кто конкретно ее получает? То есть, как по блоку понять, кто получил комиссию за этот блок? Я думаю, что для этого не создаются отдельные фейковые транзакции, это просто вычитается на уровне протокола, но я не уверен. Мне кажется, что на самом деле здесь просто есть поле, кто намайнил. А, то есть, каждый блок он привязан к какому-то своему... Да, у блока есть майнер, за авторством которого этот блок. Блоки выходят кишированы раз в 10 минут, правильно? Это нигде не записано в протоколе, но сложности регулируются таким образом, чтобы подстраивать под 10 минут. То есть, как только кто-нибудь намайнит айдишник, чтобы хэш получился вот таким, то выходит блок, и в среднем это занимает минуты 10. Да, поэтому там есть большая доля рандома, если ты посмотришь на историю блоков, иногда они выходят в 1,5 минут, иногда 15 минут, как полчаса. Если все выйдут маленькие, через 200-16, но не только изменится, возможно, не скажем, что у нас бизнес. Да. Поэтому ноты так работают. Окей. Окей. Да. А вот эта последняя строчка в блоке, перевести 2,5 биткоина за что? Кому? Откуда они возьмутся? Из нету. Из нету. Из нету. Из нету. Теперь. про то, как будет происходить эмиссия новых биткоина. Их было сколько-то сначала, и график выглядит вот так. Он замедляется со временем. Где-то к 2022-му примерно, если я правильно помню, или намайнятся все, или скорее не намайнятся все, а мы упрёмся в порог, когда почти ничего уже не будет майниться. Ну, это же гармонический ряд. Да, кажется, да. Он расходится, но очень медленно. Ну, я не помню, откуда он. Он расходится, а тут ассоциации какого-то. Герметичная прогрессия. А у кого гармоничная? Ряд устроен так. Раз в какой-то период вот эта комиссия уполовинивается. Год назад было событие, которое все называли халвинин, уполовинивание, когда по договоренности, вшитой в протокол, сеть перестала принимать блоки, в которых было записано дайте мне 5 биткоинов, и стала принимать только блоки, в которых было записано 2,5. Вся сеть, что интересно, прошла этот этап успешно. То есть это всегда сложное событие, потому что, а вдруг кто-нибудь поправил свой софт и написал там, что на 5 биткоинов тоже будем принимать. То есть технически все вот эти вот конвенции, про которые я говорю, про то, что это устроено так, они не записаны нигде. Все это регулируется исключительно тем, что большинство нод следует общему протоколу. Ну, как бы все ноды. А те, которые перестают ему следовать, они начинают принимать какие-нибудь блоки по блокчейн, считают, что у них блокчейн другой, они изобретают себе другой свой параллельный блокчейн, и вся остальная сеть их не слушает, и поэтому их деньги ничего не стоят. Понятно. А как мы отличаем ноду правильную от ноды неправильной? У которой уже какой-то другой блокчейн? Давай точнее. А, через как раз окно предыдущий, что ли, да? Еще раз. Не существует никакого глобального вселенского арбитра. Каждый конкретный участник сети решает корпорироваться с теми, кто играет под правилом, которое ты себе выбрал. Если ты изобретешь себе особое правило, то с тобой никто не будет играть. И у тебя не будет играть. Пока не пойму, что я это забрел. Ты будешь пытаться слазить транзакции на какие-нибудь кошельки с каких-то других кошельков, а они не будут их принимать, потому что у них какие-то деньги, например. Это я сейчас отвечал с точки зрения пользователя. С точки зрения майнера, ну, соответственно, ты шлешь на майненный блок, а его никто не принимает. Он не попадает в основной блокчейн, потому что кто-то его придумал. В оригинальном вайтвейпере, в статье 9-страничной PDF, которую издался Тоша, были некие прикидки про то, что будет, если либо начнут отклоняться от вот этой стандартной сети, и через кое время она устаканивается. И получается, что распределение вероятности того, как это будет происходить, то есть не намеренно будет отклоняться, а просто типа два майнера на майнере примерно одновременно, и поскольку у нас все часы на планете не идут синхронно, то вдруг сеть начала дробиться. Так вот, устаканивается оно довольно быстро. Благодаря правилу про то, что блоки должны быть валидные, по всем параметрам, которые я рассказал. Плюс второе правило, нода принимает самую длинную сеть, самый длинный блокчейн, который соответствует правилам. Если нода видит одну цепочку золомиллионного блока, а другую золомиллион пятого, то она принимает миллион пятый. То есть если вот у меня сейчас есть цепочка там из десяти блоков, и мне кто-то присылает цепочку из одиннадцати блоков, в которой там девятый и десятый блоки отличаются от моих, то я свои девятые и десятые выкидываю, беру его. Да. И то же самое даже если с нуля. Да. Ну, нулевой блок, он называется генезис блок. Он фиксированный. Он фиксированный, его издал Сатоши, не положил, по-моему, себе никаких денег. Ну, окей, конечно, положил себе деньги на какой-то стартовый кошелек, но довольно быстро он стал все это раздавать. В генезис блоке, по-моему, прямо вот с тех времен, или, может быть, Сатоши майнил поначалу сам, на счету Сатоши лежит, по-моему, примерно под миллиард долларов уже, если переводить в доллары, эти деньги никуда не двигались. Важный момент, сейчас я это говорю, просто эту прекрасную идею. Если эти деньги куда-нибудь подвинутся, все это увидят. Важный момент, который, наверное, можно не понимать, если вы вообще никогда не слушали про криптовалюту. Криптовалюта анонимна, но не секретна. Все состояния всех кошельков известны на вулкчане, и если кто-то знает какой-то кошелек ваш, то вы знаете, куда вы эти деньги потратили. Более того, если вы, например, за какие-то биткоины покупали наркотики, то после этого, если кому-то становится известно, что это кошелек ваш, то можно эту инфу проследить. И поэтому у вас могут быть грязные деньги, и чистые деньги, и теоретически вот все вообще на виду. Естественно, можно это все как-то замиксовать, если вам надо отмыть ваши деньги, вы берете их, наводите на какую-нибудь биржу, вы вводите с этой биржи, если биржа позволяет вам анонимность, то теперь вы чисты. Но в целом все сложно. Да. Правильно ли я понял? То есть, чтобы транзакция, в которой участвует мой кошелек, стала зафиксирована, мало того, чтобы она попала в какой-нибудь из новых намайненных блоков, она еще должна оказаться в самой длинной цепочке из новых блоков. Да. Но обычно это так происходит. Почему? Оно выпадает по всем улицам? Сейчас поясню. Намайнить блок в наше время это супер сложно. Вы чисты? Да. Это значит, что суммарная энергия, которую тратят все майнеры на планете, это примерно обеспечение энергией, не помню, города на 100 тысяч человек. Все электроэнергии. Соответственно, теоретически какие-нибудь там, не знаю, инопланетяне с суперкомпьютером могли бы прилететь, перемайнить заново вообще всю цепочку домиллионного блока за всю историю, и сказать, а теперь у вас вообще такое, всего этого не было, теперь у нас новая история. Но реалистично это нереально. Если только не найдут дыру в алысиной хашумце. На самом деле можно как сделать? Допустим, ты заплатил на бирже то, что вывел там тысячу блокуинов, получил кучу долларов, получил кучу долларов, а потом перемайнил цепочку, в которой этой транзакции не было. Да. Но это сложно. Сейчас. А если у нас есть две цепочки, если майнер видит две цепочки, два маучейна одинаковой длины, то он берет тот, который я раньше увидел? Не уверен точно. Ну то есть да, там присутствует некоторый рандом, но этот рандом решается достаточно оптимальным алгоритмом, я подозреваю, майнеру не приходится в этом мешать. Вообще софт как-то там выбирает, и как-то оно устаканивает. Но майнер это исток? Да. Ну да, да. В эфире вознаграждают вот эти вот параллельные блоки для того, чтобы оно устаканилось быстрее. Они называются uncle-блог, и тебе дают за это еще небольшую комиссию. Для того, чтобы ты не страдал за просто сеть прописок. Сейчас, договорю мысли. Майнить настолько сложно, что примерно никто не майнит блок сам по себе. Вместо этого майнеры объединяются в сети, которые называются mining pool, в рамках которого все они совместно считают какие-то фиши, потом кому-то из них везет, и весь доход делит. Для того, чтобы доход был более стабильный. Я правильно понимаю, что мне обязательно быть аналогичанином, я помогу быть интелом, который объединился с NVIDIA и создал такую же резку, которая делается вот здесь сразу. Без шанса. Без шанса. Почему? Ну, окей. Можно напущать, сколько это стоит денег. Просто возьми электричество, которое на все это тратится, это супер дорого. Сейчас, еще вопрос. Более того, про железки. Про железки. Биткоины сначала майнят на процессоре, потом на видеокарточках. Уже несколько лет биткоины майнят на специализированных устройствах, которые называются афики, которые настолько эффективнее видеокарт, что на видеокартах майнить уже давно нет смысла. Специальные железки. Да. Я правильно понимаю, что у каждого майнера есть список транзакций, которые валидны, но которые еще не в блокчейне, и он вот майнит блок, в который включены какие-то из этих транзакций? Да. Окей. Соответственно, что он делает, если ему приходят две противоречащие друг к другу транзакции? Берет какую захочет, если я правильно понимаю. Ну то есть две противоречащие, это означает, что ты пытаешься кого-то обмануть, и прислал две транзакции, две траты твоего космика. Дабл стенд. И еще с пулами. То есть каждый майнер в пуле, он сидит и точно так же, и пишет айтишник так, чтобы ша один, ша там какой-то там... 256. Да. Было понятно. Внимание, вопрос. А, и при этом он что-ли посылает пулу информацию о том, что он намайнил что-то, что еще не подходит, но уже достаточно маленькое? То есть с каким кошельком... Да, я слушаю Миша вопрос, все остальные ждут. Давай. С каким кошельком майнер в пуле майнит блоки? С каким захочет. Ну, в смысле... Нет, а почему? Чем обеспечивается то, что когда кто-то в пуле намайнит этот блок, деньги реально поделятся? А-а-а. Можно ответ? В общем, просто. Если сейчас в сети нужно искать блоки, которые заканчиваются на 10 нулей. Когда пул дает участникам пула задание, он говорит, найди мне блоки, которые заканчиваются на 2 нуля. Например. Их будет очень много. И вот за каждый из этих очень блоков, которые имеют низкую сложность, нашедший его участник, получит небольшое вознаграждение. А кошелек там должен быть кошелек пула, что-то? Кошелек... Ммм... Да, кошелек пула. Да. На самом деле просто можно выдавать в пулу не задание на майни блок, а задание посчитай какой-то кусочек впечатлительный. И придумать алгоритм так, чтобы каждый участник в пуле не знал, что именно он считает. Я думаю, что это технически возможно, но я сейчас не готов сдаваться в сон. Давайте, давайте двинемся дальше. Давайте откроем. Там какой-то алгоритм лучше простого перебора? Нет, как я рассказал. Весь алгоритм состоит в том, чтобы перебирать вот эти айтишники и считать хэши. Ну, тогда в пуле можно предложить, там, ты считай айтишник с 1 до 12, это с 13 до 24 и так далее. Да. Вопрос просто был, как сделать так, чтобы они не прикарманили, когда им повезет и они найдут. Ну, и при этом они не сказали, что отчет у меня ничего не посчиталось, но я посчитал много всех. Честно-честно. Окей. В принципе, самую базу технической части я, кажется, на этот момент рассказал. Давайте поговорим про экономические последствия всего этого. Самое крутое, что Сатоши сделал, это он придумал, как вся эта система вместе может работать так, что всем игрокам это было выгодно. То есть майнерам выгодно майнить, майнерам выгодно включать транзакции и, соответственно, майнеры обслуживают блокчейн. Пользователям выгодно этим пользоваться, потому что масштаб сети и количество усилительных ресурсов сети обезопасивают их деньги. У них есть гарантии про то, что вся эта штука не развалится за счет того, что туда вбухивается только вычислительных ресурсов. С другой стороны, пользователям выгодно, чтобы майнеры были распределены, а майнерам, по крайней мере каждому отдельному майнеру выгодно, чтобы они были централизованы. Каждому отдельному майнеру кажется выгодно, чтобы других майнеров не было. Ну, да, ну, чтобы других майнеров не было, но при этом, чтобы сеть не развалилась, чтобы люди все еще думали, что все это чего-то стоит. Да. Я не понял аргумент этого, что это не развалится тому, что туда было бы много вычислительных ресурсов. Смотри, если бы все это сейчас было не мощностью электроэнергии одного какогорода, а мощностью типа 10 компов обсчитывают все это, то любой человек, придя в эту систему, сможет взять 20 компов, совершить 51% атаку соответственно. Ну, то есть, если у тебя есть вычислительных ресурсов больше, чем у всех других майнеров вместе взятых, то ты можешь писать в блокчейн любую фигню. Ты пишешь в блокчейн про то, что все деньги идут тебе, естественно, эти деньги обесцениваются, но, может быть, ты можешь на этом навалиться. Поэтому количество вычислительных ресурсов, оно создает ценность сети. Стабильность. Да. И вот эта хэш-функция, по-моему, в США 256, если не вру, извините, если вру, никто в мире не считает ее в таких количествах, как сеть биткоина, понятное дело. Она используется для других задач, но это такой мизерный процент по сравнению с тем, что обсчитывают асики, что... То есть это не про то, что уже было бухано много, а про то, что продолжает бухиваться. Да, да. Сейчас, нет, но все-таки, нет, 51% получается, что даблспрент, то есть ты не можешь собрать себе чужие деньги, которые просто там... Нет, если ты можешь продолжить, ты можешь начать писать в блокчейн, что угодно новое. Так нет, ты что писать транзакцию не можешь. А, да, да. А подписать транзакцию, это, видимо, что-то отдельное, и что, видимо, еще сможешь. Ты прав. Да, это да. Да, ты прав. Если у тебя есть 51%, ты можешь делать цепочку блоков самую длинную, быстрее, чем все остальные майнеры добавляют к ней валидные блоки. И убедить всех, что твоя цепочка правильная. Но это тебе с нуля. Более того, ты, наверное, можешь начать ее даже понемногу отматывать, добавляя тебе эти лишние 2%, да, ты будешь постепенно... Нет, ты же можешь и неудоба отматывать. А, теперь придется пересидывать конец, да, сложно. Окей, ладно. Ладно, не ладно. Это способом можно исключать чужие транзакции из этих блоков, которые будут признаны невидимыми. Да, да. Вот double price точно становится возможным. Так вот, из-за вот этой разницы экономических стимулов, самое главное, что угрожает биткоину, это не технические сложности, а социальные сложности. За последние 2-3 года основное, что обсуждают на форумах про биткоины, это всякие травмы про то, как какие-то люди собираются сделать организованный форк и поменять протокол. Почему? Потому что вот вся эта штука у нас работает, но вообще говоря, надо же ее еще захватывать мир, а для этого ее надо развивать, а для этого нам надо поменять правила, по которым она работает. А как поменять правила, когда все уже привыкли к таким правилам? Вам надо их убедить. Системы изменения правил существует две, на самом деле. Попытаюсь это нарисовать, надеюсь, что у меня получится. Софтфорк и хардфорк. А это сейчас, now. Как можно поменять укол? Вы можете сказать, мы ограничим валидные транзакции только вот этим подмножкам. Мы скажем, что все новые блоки теперь обязаны играть по вот таким-то новым правилам. Это называется софтфорк. Вы... Как вы сказали? Не вру, точно. Кто знает, скажите мне это. Может быть, нормально. Как, что все-таки софтфорк наружу. Ладно, извините, я не буду рисовать эту картинку, я скажу так. Изменения в протоколе могут включать в себя штуки типа все люди со старыми клиентами, со старыми существующими кошельками ничего не потеряют, у них все останется по-прежнему. Они смогут продолжать участвовать в сети хотя бы на отчтение и взаимодействовать с сетью. Типа, вы можете ссылать транзакции по старым правилам, вы можете начать отсылать по новым правилам. Но по старым правилам все тоже будут понимать. А хардкорк это мы говорим, нет, теперь у нас правила вообще поменялись, мы оставим код так, чтобы для старых блоков он понимал все старые правила, а новые правила будут вообще другие. Пример новых правил. Увеличить размер блока. Я вот сказал, что существует ограничение 1 мегабайт. Очень многие драмы за последние годы за то, что, а давайте его увеличим, у нас вообще-то в блок не влезает все то, что хочется включить блок. Казалось бы, хорошая идея. Казалось бы, график размера блока за последние годы, он выглядит как-то вот так, вот так, вот так, и где-то год назад, начало 2017-го, видно, что он уперся. После этого пул транзакций начал переполняться, комиссия начала расти и все плохо. Ну как все плохо? Комиссия растет, неприятно. И вокруг этого столкнулись два больших лагеря. Один лагерь говорит до сих пор, давайте с ним ограничение на размер блока, блоки будут становиться больше, всем будет хорошо, мы сможем все это отмасштабировать. Да, почему важно отмасштабировать? Сейчас пропускная способность всей сети биткоина примерно 7 транзакций в секунду, если не 3, а 3 до 7, где-то такие масштабы. Сейчас верно, что у нас фиксировано сколько транзакций на блок, блок помещается. Ну, немного сложнее, потому что транзакции бывают разных размеров. Бывает транзакция с одного кошелька на один, а бывают транзакции с одного на много. И они бывают разных размеров. И ограничен именно размер блока. Один блок влезает, ну вот, соответственно. То есть 100 кошельков, то есть, грубо говоря, ограничение, фиксировано количество кошельков, на которые что-то переведено. Да. Мне кажется, что я все-таки врыву и скорее 3 секунды, если честно. А эта цифра получена, соответственно, из этой чиселки и числом блоков в секунду. Да. Так вот, один лагерь говорит, давайте поставим 2 мегабайта, давайте 4, давайте вообще сделаем, чтобы вся сеть голосовала за предельный размер блока. А другие говорят, не-не-не, погодите. И, как ни странно, если честно, я сейчас, конечно, выскажу позицию, которая сразу отнесет меня в один лагерь. Первая тусовка это зло. Почему? Первая, которая за увеличение размера блока. Обычно их мотивация состоит в следующем. Если мы увеличим размер блока, то мы все это сможем отмасштабировать, а еще все маленькие игроки с рынка отвалятся. Потому что если... А? У кого старые асики, они не будут работать с блоками блока. А, ну еще и старые асики, но я скорее имел в виду другое. Если у вас каждые 10 минут появляется блок размером в 8 мегабайт, то, если у вас медленный интернет, то вы больше не можете участвовать в сети. Как надо. Как пример. Короче, так получилось, что майнерам выгодно вот это. И люди, которые заладили вот такого безудержного масштабирования, к ним есть большое подозрение, что они на самом деле за централизацию, за то, чтобы отжать вот эти вот права на прекрасный новый свободный мир, где все равны, в пользу больших корпораций. Люди, которые за то, чтобы действовать более осторожно, это команда, которая называется Bitcoin Core. Команда разработчиков, которая вроде бы наиболее компетентна из всех, кто там пишет, а что-то совсем безудержного проектирует за одну сторону. На самом деле, если читать форму, то все сложно. Там такие драмы, там просы, там тролли, там подлоги и фы. Непрерывно, вообще. Так вот, Core за то, чтобы разрабатывать все несколько более аккуратно, за то, чтобы править протокол так, чтобы это было технически содержательно, и там есть много всякого интересного, что сводится по сути к тому, чтобы над сетью Bitcoin построить сеть второго уровня, транзакции, в которые не будут впадать основной блокчейн, но в которую можно будет на время вытащить деньги в тот слой, поделать там с ними что-нибудь быстро. по протоколу, который называется Lightning Protocol. Lightning Network. И там пропускать способность будет тысячи и сотни тысяч секунд. Но, как бы, если мы так делаем, то это отживает у лайнеров прямо на комиссию, на транзакции, потому что все есть транзакции мимо блокчейна, при этом криптографии устроены так, все эти штуки, что вот это все все равно будет обеспечено криптографически так и надежно, как блокчейн, но, в общем, сложная новая ситуация. Ладно, если вы ничего не поняли, может быть, и не очень страшно. Чуток про экономику. Правда ли биткоин стоит столько, сколько он стоит? Правда ли это его справедливая цена? Если честно, ответ никто не знает. Экономисты, большинство экономистов разумных, я думаю, в недоумении и не понимают, что это за неведомая фигня, потому что ничего подобного раньше не было. Ну, есть два способа ко всему этому относиться. Первый способ ко всему этому относиться, это что? Это кузырь, что цена обеспечена просто дефицитом, но как только интерес оттуда уйдет, потому что это не будет создавать реальные пользы в мире, ну, вдруг она не создает реальные пользы в мире, вдруг это просто вот... Что ты имеешь в виду вдруг? Ну, я пока не услышал, как она может создавать реальную пользу в мире. Ну, вообще говоря, это деньги, ты за них можешь что-нибудь покупать. Я хочу... Я это к тому, что эти деньги появляются за счет механизмов, которые релевантны внутри этой сети, которые, понятно, зачем нужна эта сеть, но больше никому не нужны. Все деньги так появляются. Да, смотрите, это... Народ, давайте... давайте перестанем. Давайте, пожалуйста, перестанем. Откуда вообще у вещей берется стоимость? Ну, пожалуйста, не надо. Нет, пожалуйста, не надо. Это был риторический вопрос. Я сейчас буду продолжать говорить. Спасибо. У вещей берется стоимость, потому что люди считают, что у вещей берется стоимость. У денег берется стоимость, потому что государство так сказало, и у государства есть армия, и государство к вам придет и скажет, а что вы изобрели свои деньги, когда у нас вот тут официальный рубль, а что вы продаете свои товары за доллары, в конце 90-е, да, в России продавали товары за доллары, а потом это все запретили, и единственная официальная валюта в России это рубли. У денег есть стоимость, потому что все их признают. У биткоина есть стоимость, пропорциональная тому, насколько он становится популярным, и настолько все начинают признавать именно его. Чем больше людей приходят в сеть, тем больше повышается ценность сети, и существует такой выдуманный закон, Медкаут, по-моему, Лоу, про то, что ценность сети пропорциональна квадрату участников. Вот, не знаю, откуда это вывели, не знаю, сколько там пилики, но существует такое утверждение. А что по цене сети? Экономическая ценность, бейлию. Экономическая ценность в абстрактных утионах. Ну, не знаю, если, ну, например, если ты делаешь какую-нибудь продукцию, продаешь его на рынке, то у тебя есть какая-то абстрактная ценность. То, сколько больше ты предпочешь этим людям, и, соответственно, сколько денег твоей люди будут готовы за плейлисорцией. Вот, у биткоина есть какая-то ценность, условно, если мы его выпилим из мировой экономики, и его потенциал выпилим из мировой экономики, насколько у нас туда выпадет в ВВП. Только измеряемый тоже не в доллар, а в чем-то абстракт. Полгой состоящее. Сложно сказать. Короче, насколько это пузыри непонятно, насколько это все... Где их можно потратить? Где их можно потратить? Второй вопрос, да. Собственно, ключевой вопрос. Сколько ресурсов сети тратится на пользование сети, а сколько на создание внешней пользы? И сколько мы можем ожидать, что будет внешней пользы в будущем? Потому что, если у нас внешней пользы нет, то рано или поздно оно все равно лопнет. Если у нас внешняя польза есть, если это что-то революционное именно с точки зрения устройства мира, то лучше. За биткоины точно можно купить наркотики и любые штуки на черном рынке. Но, вообще говоря, биткоины принимают довольно многие компании понемногу в интернете. По-моему, Steam начинал принимать биткоины. Вру, не вру, кто помнит? Нет, Hetzin. Это предпродажи ключей Steam за биткоины. Есть много сайтов, которые предпродают. Но это потому, что они, кстати, тоже незнакомые. А Hetzin начинает принимать биткоины? Вот. Ну, то есть, существует компания, которая начинает принимать биткоины. Помимо этого, если вам надо сделать какой-нибудь международный перевод, то, скорее всего, перевод в биткоины обойдется вам намного дешевле, чем комиссия на перевод какой-нибудь долларовой суммы из одной страны в другую. А что еще там, комиссии за покупку и продажу биткоина? Скорее всего, да. Ну, зависит от суммы. Вот эта комиссия на транзакцию, она, понятное дело, плоская. Хоть ты переводишь один биткоин, хоть одну сотую, но ты все равно плачешь фиксированное количество копеек. Потому что плачешь ты за место в блокчейне. Вот. Как-то так. Применений становится больше, но, да, будущая цена сильно зависит именно от этого. С этой точки зрения, сейчас одну мысль договорю. С этой точки зрения мне немного непонятна стратегия людей, которые агитируют за биткоины. На формах про биткоины вы чаще всего найдете следующий мемчик, который формулируется как HOTL. Возможно, вы где-то видели это муку в сочетании. Это написанное с опечаткой слово HOLD, которое когда-то написал на какой-то форме какой-то человек про то, что я собираюсь не тратить свои биткоины, я буду их держать при себе, а не буду тратить. И, с тех пор, этот самый мем, и все такие другие пишут, держитесь, не продавайте. Это не обреку. Нет, это не обреку. Это просто капсов. Поорядь их на друга. С одной стороны, это правильно с точки зрения того, что это поражает в сети. Чем больше у нас дефицита, тем, соответственно, когда новые люди приходят на рынок, больше цена, за которую они смогут это приобрести. Понятное дело. То есть цена в конечном счете, естественно, регулируется, как в любой экономике, с вопросом и предложением. Новый человек приходит, говорит, я тоже хочу биткоина. А ему говорят, мы тебе только за 6 тысяч продадим, а за 5 не продадим. Ну, что поделать, давайте за 6. Вот. А с другой стороны, если и получается так, то примерно вся деятельность вокруг биткоина получается спекулятивной. Понятное дело. Купить, продать, заработать. Если это будет продолжаться таким образом, то я думаю, что это будет путин. Если будет внешнее применение, то не будет. С другой стороны, на локальных интерполах эта стратегия может быть полезной, пока сеть не выросла еще в 10-100 раз. В принципе, по текущим трендам реально непонятно, где там потолок. Я вот рисовал вот этот вот график. И сейчас это 6 тысяч долларов. А год назад это было сколько там? 600 долларов. Там, полтора года назад это было 300. И, не знаю, это... Уже тогда казалось, что это вперед. Да. Год назад говорили, а вот давайте встать до 100 тысяч. И год назад это было как-то, а что 100 тысяч, а сейчас я говорю, ну еще 15 раз. Такого бывало много. Такое было часто, да. Сколько у тебя биткоинов? Не скажу. Окей. А чем... То есть протоколе прописано, сколько мелко они могут дробиться? Какой они понимают? Чем протоколе нужно? Да. Я не помню. 10 нулей после запятой точно есть. Ну, окей. От 8 до 10 нулей точно есть. Дальше не знаю. Ну, то есть просто протоколе записано граммозерно. Да. Но я думаю, что если что, то протокол субдейтит. Имеет это смысл при цене за транзакцию, по-моему, 6 тысяч... 1 миллионная. Сейчас цена за транзакцию не 1 миллионная. Сейчас цена за транзакцию это примерно... Рублей 10? Рублей 60 было месяц назад. Сейчас могло стать получше? Да, все было так плохо. Ну так, от 30 до 60. Пол доллара до доллара. Вот. Сейчас стало получше, потому что протокол наконец, впервые после года больших драм, серьезных драм, несли одно важное изменение, за которое боролись. То есть, имеет ли смысл дробить, если доля меньше, чем цена за транзакцию? Не понял. Не особо, да. Ты прав. Но чем больше будет расти биткоин, тем больше, наверное, цена за транзакцию все-таки будет снижаться. Хотя непонятно. Сейчас, стоп, 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 секунду. Если у нас в протокол встроена гранулярность, то тогда это означает, что у нас либо максимальное число биткоинов бесконечно, либо в какой-то момент у нас просто не может быть нового блока. Подожди. Знаешь, максимальное число биткоинов? Максимальное число биткоинов фиксировано. 21 миллион. Окей, вот представь себе, что у тебя, ну, представь себе, что у меня гранулярность 1 биткоин, вы просто отрели. Ага. Вот. Окей, тогда, внимание, вопрос. Вот у тебя есть 21 миллион, и каждый блок дает по одному биткоину. Вот у тебя есть 21 миллион блоков, каждый из которых выдал своему майнеру по одному биткоину. И дальше только комиссия. И дальше только комиссия. А, ну, то есть это... Оно будет устроено не так, оно будет устроено по вот этой вот кривой, которую я рисовал. Нет, вот проблема в том, что вот эта кривая, она требует... Ну, то есть, чтобы это была, которая не достигается, тебе нужно, чтобы... Она достигается. А, она достигается, да. Когда-то там, еще, по-моему, через 100 лет, она уйдет совсем ноль. Да, прекратится. Я не помню точного порога. То есть в какой-то момент будут блоки, в которых... И только как-то транзакция. Да, да, да. Вот. Кстати, сколько сейчас доход от транзакций за один блок? Ну, вот... А, транзакции в сумме? Да. Ну, если считать, что одна транзакция дает тебе примерно... Три десятых... Нет, три сотых цента, по-моему. Три десятитысячных. Умножая это примерно на тысячу. В общем, это примерно 10% от вот этой комиссии на данный момент. Я бы сказал, да. Процентов 10. Вот, ладно. Я бы вам рассказал про драмы и про всякие сложности со всем этим еще. Но, наверное, надо двигаться дальше и вообще понемногу затрубляться. Что еще я вам хочу сказать? Какие еще есть сложности у биткоина, кроме вот этих внутренних драм и попыток одними людьми отжать блокчейн у других людей? Окей, нет. Еще пару слов про отжимание блокчейна. Где-то начиная с августа начались форки и, наверное, будут продолжаться еще какое-то время. Форк это когда какие-то люди намеренно создают свой параллельный блокчейн по своим правилам, не пытаясь окончательно договориться со всеми остальными. Ну, то есть, на самом деле, даже если они пытались договориться, это все равно считается за форк. Но настоящий форк это если у нас реально появилось два блокчейна и их пытаются разные люди обслушивать. В августе был первый крупный форк подобного рода. Сейчас я это расскажу. В августе был первый крупный форк второго рода. Новый блокчейн назвали Bitcoin Cash. Его смысл в том, чтобы снять лимит с размера блока. Там осталось примерно 10% в сети. То есть, стоимость биткоинов там, я не знаю, я некоторое время уже не проверял, где-то $400, сравнивая с $600. Но, важный момент, стоимость криптовалюты, то, что вы смотрите на рынок и видите там какую-то цену, не обязательно доказывает, что криптовалюту за эти деньги можно продать. Почему? Как устроена биржа? Небольшой ликбез. Как устроена торговля на бирже? Торговля на бирже это стакан из предложений и запросов. Куплю за, там, не знаю, 5500, 5800, 5800, 5800, 5800, 5800, 5800, 5800, 5800, 9000, продам. 6, 1, 6, 10, 6, 900 и когда эти части схопываются, то соответственно мы начинаем ширять этот стакан в эту или вот в эту сторону ну да, он понемногу схопывается, но он может схопываться отсюда, может схопываться отсюда и если у нас отсюда чаще проваливаются ставки, то тогда у нас цена падает, а если отсюда, то цена растет ну естественно здесь еще количество написано, 1,1, 0,1 и так далее Куплю должно быть только по уменьшению внизу цифры по числам Нет, вот эта середина, вот эта граница, на которой они сходятся А, тогда все правильно Да, вот, этот стакан может быть достаточно насыщенным по плотности или может быть ненасыщенным Есть большая разница между тем, что здесь стоят 2 человека и не могут договориться о цене а все остальные вообще ушли погулять давно и их это все не интересует и тем, что здесь очень плотно он забит с небольшими отступами от текущей цены Если отступы небольшие, то можно принести большую сумму и продать ее или купить ее по цене Если отступы большие, если там мало людей, то вы очень быстро выжалите весь этот запас ставок И, соответственно, вы пришли продавать биткоин по 6 тысяч долларов И продали из них парочку, а после этого курс внезапно обвалился Да То, что ты сейчас говоришь, это относится вообще ко всем биржам или именно к биткоинам? Это относится ко всем биржам, но есть сильное подозрение просто по тому, как устроенного биткоина цена Даже у обычного биткоина, не говоря про вот этот самый кэш, что большая волатильность его цены Большая переменчивость его цены сильно связана именно с этим С тем, что заполнение биржи очень неплотное Соответственно, если у тебя лежит, не знаю, тысяча биткоинов, ты думаешь, что у тебя 6 миллионов долларов Совсем не факт То есть тысячу, наверное, ты продашь, а миллион биткоинов уже точно не продашь Ладно, мне, наверное, столько всего интересного, столько всего интересного Давайте я вам расскажу байку про лисеронку Сатоши и так далее Потому что я ее очень люблю и хотя бы эту эллиматную лисеронку непосредственно Какое отношение все это имеет к неграциональности даже, а к тусовки рационалистов? Есть очень много провязок На самом деле, по-моему, история про криптовалюту Это такая замечательная история про то, как гики-технари, которые просто думали о фундаментальных вещах А не о всем вот этом вот бизнесе Просто из чистой математики забыли глобальную штуку Сильно изменили мир Так вот Сатоши мало что придумал совсем заново То есть идея того, как паковать транзакции в блоке была до него Блокчейн, по-моему, его авторство Но некоторое количество фишек про все вот это, оно было известно из статей за предыдущие нам Один из этих людей был чувак, которого зовут Вейдай Если вы посчитаете статистику того, сколько он комментиров и постил на лисеронком То он там где-то в топ-10, мне кажется По крайней мере, в последний год он влекал там в топ-10 Он точно рассказывал про то, как ему Сатоши, когда написал свою статью или когда написал код Приснул этот код по-ревьюить Типа, почитай там C++, у меня все нормально, нигде, да и нет Вот, а вы представляете какая-то ответственность, да? Потому что если вы пишете в код, в котором есть уязвимости, то это сразу рушит нам мисс протокол Это область, в которой информационная безопасность важнее, чем вообще где угодно, кем может быть банк Даже важнее, чем в банках Потому что если в банке баг, то банки потом могут пойти в реальном мире и передоговориться Если у вас в коде баг и блокчейн пошел не так, то все, что вы можете сделать, это договориться со всеми остальными людьми про то, что мы сейчас забудем про все это Этого всего не было, это у нас был баг, мы пойдем в другую сторону Эфир так один раз сделал Они проголели на здоровенном баге про то, как какой-то хакер угнал, не помню, 150 миллионов долларов Вот И они такие, нет, нам это не нравится, это как-то был баг, и конечно, код всегда прав, а уверен всегда прав, что мы себе сделаем новый вообще И с тех пор существует два эфира Простой эфир и классический эфир От людей, которые сказали, нет, вы че, так нельзя делать никогда, да, фрест хакер сломал, ну, че поделать Так вот Окей Вейдай был где-то у истоков И, по-моему, теоретические основания, из которых Сатоши сделал блокчейн, тоже в значительной мере тоже поучаствовал Какую-то криптовалюту в 90-х он пытался извлезти, но она не получила распространение Является ли он Сатоши? Скорее всего, нет А, еще маленький момент Не помню насчет биткоина, но в эфире Принято называть разные копейки разными именами Типа Одна, там, не знаю, в 10-ти тысячный, это один Сатоши А одна, по-моему, в 10-ти миллионный, это один весь Вот Есть несколько других кандидатов на роль Сатоши, но я про них мало знаю лично от маяк, поэтому не расскажу Но Самая эпичная гипотеза Да Самая эпичная гипотеза, это если Сатоши был Халфиний Халфиний, это Человек, который получил первую крипто-транзакцию от Сатоши Самая первая транзакция, которая лежит в блокчейне, была на его имя Еще Халфиний умер 3-4 года назад Сатоши перестал писать на форумах Очень, очень похожий момент Это второе Третье Как умерял Халфиний Он был клеонирован Да Он был клеонирован Да, он был клеонирован А, он просил с огромным количеством баллов Да Вы знаете эту древнюю историю, которую написал Гербер Туэстро, когда скачий проснется Вот, просто, понимаете Сделать криптовалюту, нифига на этом не заработать Умереть, заморозиться и воскреснуть самым богатым человеком в книге Вот Он писал на лифтонге, на лифтонге можно найти его прощальный пост Про то, как он умирает Он умирал от той же самой болезни, как Хокинг, только ему не повезло Хокингу очень повезло, что у него такая вариация, что он дожил до 70 Обычно при вот этой штуке, когда форализуют все тело, обычно умирают довольно быстро и отказывают легкие Вот Вот По-моему, это просто эпично Споры про это были Большинство людей сходится, что все-таки нет, но я не видел существенных доказательств почему По-моему, сейчас летит от меня Сколько биткоинов, не знаю, считай Можно извлечь в него эти данные У него 10 монет У кого? Нет Первую транзакцию в 10 монет А, ну первую он получил, да, в 10 Так, всего, я не про халла, я про Сатош Да, вот И еще есть всякие разговоры про то, что А где же он записал свои приватные коды? Но извините, приватные коды Это любая случайная строка фиксированной длины, которую вы выбираете И, во-первых, ее можно заучить тупо Если вы знаете мнемотехники, запомнить такую строчку не очень сложно А второе, ее можно сгенерировать из чего угодно Современные биткоин кошельки, когда генерируют вам кошелек Они вам говорят, а вот вам 12 слов, мы просто взяли 12 словарных слов, запишите им себе на бумажку и никому не показывайте Это будет ваш секретный код Короче, уйти в клинирование, запомнив приватный код, это вполне возможно А его нужно будить для этого Вот такие дела Ну что, я не успел вам рассказать про эфир нифига Наверное, это к лучшему, я не буду вам рассказывать про эфир, я в нем еще даже близко не разобрался Я могу только сказать коротко, что эфир это блокчейн, в котором придумали, что на блокчейн вообще-то можно класть не инфу про деньги, а любые программы Вы пишете туда произвольный код, он исполняется на распределенной машине, которую Виталик назвал ЭВФ Эфиревым вершевым машином Да, Виталик знает русский язык, это чувак, который создал эфир, он живет в Штатах, он приезжает иногда в Россию, он самый богатый чувак, имеющий отношение к криптовалюте в мире, у него какое-то количество там, не знаю, миллиард тоже есть Ну это при условии, что мы считаем к большому курсу Да, да, естественно Ну и соответственно мы получаем, что есть некая штука, которая может обсчитывать состояние этих счетов по правилам, которые записаны на блокчейне И поверх этой системы правил можно начинать писать программы, которые будут вплоть до, не знаю, распределенной автономной организации Вы получаете распределенную организацию, которая принимает решение, кому сколько денег отдать, основываясь на чем-то Можно оставить завещание в блокчейне Да Одно прикольное средство, что на основе этого можно делать биржу предсказаний Биржу предсказаний, кто из вас, я надеюсь, примерно представляет Рынок, на котором можно поставить на какое-нибудь будущее событие и за счет этого получить деньги Если вы оказываетесь право А, да То есть внешнего мира эти какие-то данные брать могут? Сами по себе нет, естественно А, но они могут попросить у нескольких людей Да, но существует инфраструктура для этого, которая называется, например, оракула Это отдельные штуки, которые кладут на блокчейн инфу о внешнем мире И то, что они будут класть правдивую инфу обеспечивается тем, что, во-первых, их может быть несколько Во-вторых, они могут класть туда, записывать туда криптографические подписи инфы о том, на каком сайте в какой момент времени что-то было В общем, для этого есть приходная инфраструктура ТЛС нотари и так далее, если хочешь по губле Вот И на основе этого можно делать как минимум биржи, которые будут основываться на том, что напишут там, не знаю, на сайте BBC в такой-то день про то, кто победил на выборах Вот Следствие, занятное из криптовалют Я просто на этом, наверное, хочу закончить Занятное и печальное следствие про то, что хорошо это или плохо С одной стороны, хорошо, власть народу, свобода и так далее, все расприемное С другой стороны Ну, то есть Криптовалюта это счастье анархокапиталистов, понятное дело В чем минус? Эту систему невозможно контролировать Из того, что эту систему невозможно контролировать, получается, что просто Криптовалюта, захватившая мир в достаточной мере Если только мы не отключим весь интернет Просто запрещают нам делать что угодно кроме полностью открытого рынка Если вдруг выясняется, что криптовалюта анархисты неправы И что система, составленная из большого количества игроков, у которых нету стимула кооперироваться Все же разваливается, потому что все поубивают друг друга, то все поубивают друг друга Частный случай Предположим, биржа предсказаний Биржа предсказаний, безобидный способ сделать мир эффективнее и интереснее за счет того, что мы будем агрегировать информацию о том, что произойдет в будущем Эксперты нам будут предсказывать, мы будем знать больше Получается, соответственно, как-то wisdom of crowd, мудрость толпы, собирать эту инфу, пользоваться ей Тривиально на базе биржи предсказаний сделать биржу киллеров Всем понятно, как? Ставите на то, что какой-то человек умрет С такой-то вероятностью, что вот этот человек умрет, я ставлю вот столько-то денег Наоборот ставишь на то, что не умрет Да, да, ставишь на то, что не умрет Все То есть это киллеры ставят против? Да Киллеры ставят, что нет, я говорю, что умрет И влияют на лягу Вы же не обязаны для того, чтобы ставка завершилась так или иначе, быть только оракулом, только предсказывать Вы можете еще и выйти влияющим на ситуацию агента Вот Наверное, на этом я хочу закончить На самом деле, я рассказал примерно половину от того, что думал, но Всем заняты Окей, парочка финальных советов Парочка финальных советов Первое Инвестировать ли в криптовалюту, покупать ли биткоины Дело важно Волатильность высока Обвалиться она может в любой момент Парадоксальная ситуация, когда гипотеза эффективного рынка Про то, что рынок всегда устанавливает цену, которая является примерно от ожидания будущих событий Уже какое-то долгое время не подтверждается Не знаю Дело так Майндьте криптовалюту Покупать оборудование для того, чтобы майнить не советую Почему? Потому что вы купите оборудование, рынок подкрепится, сложность возрастет И вы только-только сумеете себе компенсировать цену этого оборудования Если у вас уже есть оборудование типа видеокартчик и процессора Имеет смысл майнить Примерно Скажем так Поскольку рынок устанавливает, что майнинг любых криптовалют, естественно, не биткоина Примерно одинаково экономически выгоден Это от, не знаю, от 2 до 5 долларов в час за мощную современную видеокартчику Это окупает затраты на электричество примерно всегда, если у вас не супервысокое электричество Вы еще рискуете тем, что ваш девайс прослужит меньше, что вы его сожрете Но, вроде как, если соотнести, то майнить имеет смысл Сейчас или в день? Сейчас, я думал, что Сейчас Сейчас Это ватериуме 1,60 Нет 1080 Ti Столько не витягивает Да, наверное, все-таки в день День в день? Да, да, да 2,5 долларов в день Да Накупаются, если покупать примерно за полгода То есть Учитывать только видеокарту, а не комп книги и блок питания еще Ну, проблема в том, что, опять же, рынок все выравнивает И если вы пойдете покупать видеокарту, то в видеокарте уже будет заложен спрос на видеокарты других майнеров, которые задрали цену Ну, то есть, полгода назад была ситуация, когда видеокарты на рынке просто не было, потому что майнеры все раскупили Ну, да, собственно, токарчик, который купал, стоит сейчас полтора раза дороже, чем то Да, такой вопрос технический, что А есть ли какой-то смысл у себя держать Ну, то есть, как Я так говорю Можно вот откешить Так, сейчас Как вообще устроен кошелек? То есть, есть просто некоторые Роли, которые И, соответственно, в любой момент Просто в сеть выкидываю подписанную транзакцию Ты в сеть выкидываешь подписанную транзакцию, да И радуйся Есть ли смысл держать узел поддержки сети? И она в блоке, значит Если ты хочешь помочь человечеству И тебе не жалко свободного копа Хотя бы разбили пай с хорошим диском и хорошим интернетом, то да Ты делаешь эту сеть вообще не По деньгам? Не считал Ну, то есть, это Держание полноценной биткоиновской ноды Это исключительно Благотворительность, по-моему Сейчас полноценная, которая, собственно, занимается раздачей блокчейна Которая держит все эти истории блокчейна Которая держит историю блокчейна Большинство клиентов к блокчейну Не держат у себя полный блокчейн Так было несколько лет назад Все перестали так делать, он слишком большой А вместо этого связывают с серверами Выкачивают какие-то заголовки И доверяют серверам достаточно, чтобы все это работало Но, по-моему, там не нужна особо высокая Тепень доверия, потому что ты видишь эти заголовки И можешь как-то это сверить Что они как-то достоверные Есть промежуточное состояние В основной клиент запилили возможность хранить Условно говоря, выжимку из истории Только самое важное Последние там не сколько гигабайт, а где-то 10 Я думаю, можно не так напрямую хранить у себя Я не слышал это про биткоин Я знаю, что в эфире есть три разных режима Весь лончейн хейдера и пассивист Видео на криптовалютах А другие криптовалюты это все портят биткоин Я бы хотел про это рассказать, но Короче Все, что ты прослышал про биткоин Можно сделать по-другому И другие криптовалюты основываются на том, что они придумали А давайте вот этот аспект сделаем как биткоин Любой пункт можно сделать по-другому Да, многие из них веще Многие из них круче, например Многие из них круче, например В лайткоине блоки появляются с чистотой, не помню, раз в минуту А в остальном он архитектурно точно такой же И он стоит меньше просто потому, что биткоин был раньше И все знают про биткоин И биткоином пользуются больше людей И у него бывают функции? Лайткоин? Нет Сейчас Сейчас Раз в минуту это Он архитектурно гарантирует раз в минуту Или просто у него другие параметры? Я думаю Не знаю Ну то есть Это какой-то форк Наверное код там тоже дорабатывали Но раз в минуту явно не предел В эфир способен поддерживать Новые блоки раз в 17 секунд И тем не менее все сходится Это очень плохо Нет В смысле У биткоина будут какие-то проблемы Если А У биткоина Если все Если новые блоки начнут появляться каждую секунду То Он То очень быстро они перестанут появляться каждую секунду Через сколько-то тысяч рублей За счет протокола А Частоту блоков не поднимают просто так Какая же Для того чтобы сеть продолжала быть более распределена Экономически не может быть так что некоторые PIR валюты будут и все остальные с рынка условно? Может Никто не может это предсказать Это все очень странно Да То есть Токовых не так много Биткоин первый И PIR второй Биткоин занимает сейчас по моему 60% рынка Это число сильно варьируется До этого было 90% После этого стало 50% И сейчас вот биткоин обратно отжимает И PIR второй И в какой-то момент чуть не догнал в капитализации Bitcoin Есть много фрешовых криптовалют которые никому не интересны Просто кто-то их создал и сказал А у меня тоже будет свой воркчейн Кто их не пользуется Да Какой бугает фреш функций Вот И есть еще отдельный большой рынок эфировских токенов Но это отдельно надо рассказывать Эфир поддерживает возможность создания Внутри него отдельных под валют Это отдельная длинная сложность Сейчас 60% это в смысле то что мы взяли суммарное количество Всех биткоинов вы умножили на биржевой курс Да Именно так Ну то есть это число которое не значит ничего Ну Оно значит что-то Просто тебе надо это корректировать на глубину колодца На волатильность Вот Суммарная капитализация биткоина сейчас Он чуть-чуть упал за последние дни Но буквально на днях он взял планку в 100 миллиардов долларов Эфир в 28 миллиардов долларов Третьей валютой идет некий риппл Который якобы тоже криптовалюта На самом деле это все неправда Риппл это криптовалюта которая говорит А мы сейчас переделаем все взаимодействия между банками У них у всех будут вот эти вот монетки И они друг с другом будут устаканивать транзакции между собой Это сложная задача на самом деле экономическая Особенно когда разные страны Они будут друг с другом устаканивать операции через наш риппл Но почему риппл не настоящий? Потому что майнинга у него нет Просто его создатели берут и говорят Тебе вот столько Тебе столько Тебе столько А теперь договаривайтесь У вас будут эти токены И за счет этого распределённая сеть Капитализацию они тоже сообщают добровольно Да? Да Никто не знает Они сказали максимум Потом огромный максимум Нажается на майнинг для живой Сейчас Давайте по очереди Я вернусь У тебя Я так понял Есть кошелёк биткоина На нём что-то есть Кроме биткоина У тебя есть какие-нибудь кошельки На которых Так сказать Не Какие-то Не маленькие Ну не маленькие А скажем так Сумма более чем тестовая Полгода назад Я перевёл половину в эфир И он тогда рос И я кажется Всё ещё не в минусе Или в небольшом минусе Потому что я купил эфир по 5 центов По сравнению с биткоином Опять биткоиновских центов И он на какое-то время Поднялся до 15 А сейчас опять Ухал до 5 И чуть ниже Непонятно почему Мне кажется что эфир Всё ещё должно быстрее Но это отдельная длинная история Почему я теряюсь говорить Своё Настоящее количество денег Ага Хорошо Нет я могу ответить Я не думаю что налоговая Будет смотреть это видео Но всё же Да Статус криптовалют С точки зрения государств Совершенно непонятен Государства не говорят что это валюта Но они обычно говорят что это такой инвестиционный инструмент Но тем не менее Если на любой такой фтуке зарабатывают реальные деньги То по идее это должен заплатить налоги Я правильно понимаю Смотри Если у нас в протоколе сошлито гранулярностью И максимальное количество биткоинов ограничено И биткоины теряются Ну потому что люди забывают пароль от посольков Да То это означает что через какое-то время биткоина всё-таки кончится Гранулярность поднимут А? Гранулярность поднимут А И так уж новый средств Да Про социальные экономические последствия все понимают Да 100 миллиардов долларов принадлежат каким-то странным гикам Которые Потому что они будут продавать вот эти фантики Представьте себе последствия для фантики Нет Они принадлежат Ещё несколько миллиардов валяются на стол Нет На самом деле эти 100 миллиардов я так понимаю Принадлежат более-менее биржам Точнее этих 100 миллиардов вообще нету А та часть из них которая есть она всё-таки на биржах Ну не все Многие биткоины конечно тряются на персональных Нет не биткоины а реальные деньги Ааа реальные деньги да Миша битва дрема давай Через пять минут Я всё у меня всё Давайте узнаем перерывки Спасибо Спасибо